Это телеканал Ноябрьск 24. Здравствуйте и в ближайшие полчаса о главных событиях этой недели. Событие, которое смело можно назвать историческим. В Ноябрьске начали сносить старый ледовый дворец, когда строение сравняют с землей. Популярный, но совсем небезопасный перекус. 80% уличных торговцев шаурмой готовят ее с нарушением Санпина, что скрывается в аппетитном лаваше. И шум на ровном месте или нет дыма без огня. В соцсетях появились слухи о закрытии сразу двух отделений в ЦГБ, как комментирует информацию руководство больницы. Старый ледовый дворец на улице Космонавтов разбирают. Рабочие начали демонтаж зрительских трибуны. Они состоят из бетонных плит, каждая весом около трех тонн. После того, как конструкции внутри будут демонтированы, строители смогут снести каркас здания. По условиям контракта завершить работы подрядчик должен к середине сентября. Начальная цена контракта превышала 12 миллионов рублей. Подрядчик же согласился выполнить работу за 2 миллиона 600 тысяч. Ледовый дворец на Космонавтов был построен в 1994 году. В 2005-м здание закрыли на ремонт. Но фирма «Дивали», которая должна была его сделать, работу так и не выполнила. В ноябрьске один из подрядчиков по капремонту домов не укладывается в график. Замечания есть к работе компании «СтройАп», которая выиграла контракт на капитальный ремонт сразу двух жилых домов. Дзержинского – 26 и Шевченко – 74. Несмотря на существующие проблемы в городской администрации, которая и контролирует ход работы, уверены, что весь объем по капитальному ремонту будет выполнен в срок. В этом году в ноябрьске работы ведутся в 22 домах. В порядок приводят крыши, подвалы и инженерные системы. Еще для 13 домов специалисты разработают проектную документацию. Объем финансирования в этом году – 236 миллионов рублей. Большая часть средств – 231 миллион – это деньги фонда капремонта. 5 миллионов – из бюджета региона и 268 тысяч – из городской казны. Лето – традиционно горячая пора не только для строителей, но и для огнеборцев. На неделе в ноябрьске было несколько жарких дней и сразу не заставили себя ждать пожары. Во вторник рано утром в 20 километрах от ноябрьска загорелся лес. Возгорание произошло недалеко от проезжей части в районе поселка Мечта. Первыми его заметили очевидцы и тут же позвонили на пульт дежурного ЕДДС. Дым был зафиксирован и новой системой раннего обнаружения лесных пожаров. Система зафиксирована на этот белый дым. Она его уловила, она его проанализировала, выдала сигнал. То есть взяла это в захват и уже оперативно дежурный, потом в ручном режиме наблюдал за этим пожаром. Сегодня впервые, можно сказать, система проявила себя. Проявила на 100%. Но еще и совершенно будем отладку делать, будем на настройку более точную, потому что много нюансов. Но система показала себя очень хорошо. Эта система помогла обнаружить и второе возгорание. Оно произошло позже на 50-м километре трассы Ноябрьска-Вангапур. Все лесные пожары в окрестностях города ликвидировали к утру следующего дня. В тушении были задействованы 40 человек. Лес пострадал на территории в 23 гектара. У специалистов лесничества есть все основания полагать, что в случившемся виноваты люди. Мы можем только предполагать, так как не было грозового фронта, и это в зоне как раз транспортной доступности, мы можем только предполагать, что возможно местное население. А дальше уже конкретную причину установит отдел надзорной деятельности дознавателей. Будем ждать их заключения. Напомню, с 13 июля в регионе действует особый противопожарный режим, а с 14 числа в округе введен режим ограничения пребывания в лесах. Такая мера безопасности действует до начала августа. Распространяется она на земли лесного фонда Ямальского, Надымского, Таркасалинского, Ноябрьского и Красноселькубского лесничеств. Нарушение запрета грозит предупреждением или административным штрафом для граждан от 1 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц от 2 до 5, для юрлиц от 20 до 100 тысяч рублей. Фастфуд неизвестного приготовления 80% уличных торговцев шаурмой в ноябрьске готовит ее с нарушением Санпина. Таковы результаты проверки Роспотребнадзора. Что же скрывается в аппетитном завернутом лаваше, выясняла Елена Жаркова. К шаурму идет капусточка маринованная, затем огурец свежий, порезанный соломкой. Шаурма, она же шаверма, дёнер или кебаб. Как только не называют этот фастфуд, только начинка одна. Лаваш паршируют овощами, мясом, обильно заправляют соусом, а затем поджаривают на гриле. Она как бы вкусненькая и, я бы сказала, в одно время легкая. То есть там есть и овощи, и мяско курицы. То есть девушки, которые при диете, например, обычно приходят и просят. Есть у нас также диетическая шаурма. Туда просто идут овощи без мяска. Шаурма, как когда-то горячие пирожки, сегодня идет на расхват в день. По словам Анны, она делает до 150 штук этого блюда. И это далеко не рекорд. На приготовление одной порции уходит примерно 5 минут. Цена зависит от места продажи, начинки и размера. В среднем стоимость варьируется от 100 до 200 рублей. Данная популярность продуктов обусловлена, конечно, ценовой политикой и степенью сытости этого продукта. То есть за короткое время вы можете получить продукт, который удовлетворит все ваши вкусовые, эстетические запросы, но при этом не сильно ударит по карману. Шаурма сегодня это не только быстрая еда, но и рецепт не менее быстрых денег. Точки уличной продажи, по наблюдению сотрудников местного Роспотребнадзора, в летнее время растут как грибы после дождя. И в 80% таких ларьков царит тотальная антисанитария. Где они покупают это мясные продукты, где они покупают эти овощи, это остается секретом. Вот как показали проверки. Мы и в 2017 году проверяли, у нас было порядка где-то приостановлено, приостанавливалась эксплуатация в 10-11 точек. Некоторые точки на сегодняшний день перестали эксплуатироваться, но зато выросли новые точки и в других местах. А лица одни и те же. Они просто сменили дислокацию и все. Нарушения норм СанПИНа надзорные органы нашли и в нынешнем году. К примеру, торговлю в этой точке пришлось приостановить. Таково решение суда. Пока на 90 дней до устранения всех замечаний. Персонал здесь работал без санкнижек, нужную документацию не вел. Исследование продуктов показало несоответствие нормам. Правда, клиенты вряд ли об этом догадывались. До последнего. Пока не пришли приставы, здесь стояла очередь желающих перекусить. Шаурма давно предмет народных прибауток. Правда, летом с этим блюдом шутки плохи. Нередко продукты, которые служат начинкой, хранятся в грязной посуде. Майонез и соленья могут стоять прямо на солнце. Да и мясо может таить в себе немало сюрпризов. Если смотреть вертикальную обработку мяса, то есть нижние слои, скажем так, уже мяса становится меньше. И, соответственно, человек, который занимается приготовлением, он добавляет мясо сверху. И в большинстве случаев есть шансы, что верхнее мясо не прожарится до конца. И весь этот сок, все, что бактерии, которые имеются в этом мясе, они просто вертикально спустятся вниз и будут заражать нижние слои мяса. И, соответственно, может вызвать вспышку инфекции. Говорят, что никакой эксперт не различит, что скрыто внутри шаурмы. Мы решили проверить это на деле. Оценку двух образцов, приобретенных в разных торговых точках, даст наш специальный критик. Мясо мне не очень нравится, потому что я чувствую какой-то странный душок. Да? Да, это похоже на не самую аппетитную часть, наверное, курицы. Знаете, такую потемневшую ручку. Это больше не грудка. Да, это не грудка, это что-то какие-то такие, как сухожилия или что-то типа того. Наш специалист отмечает, в обоих образцах обилие специй. Возможно, в мясо они добавлены не случайно. Впрочем, и заправка вызывает сомнения. Но если один из фастфудов еще можно употреблять, то от другого рекомендуют воздержаться. В погоне за скоростью, за дешевизной, за какой-то наживой люди, конечно, немножко пренебрегают качеством. Да и как человек, который занимается общественным питанием, могу сказать, что очень сложно соблюдать нормы СанПина, находясь в будке 2х2. То есть, ну это очень сложно. Если по-честному говорить, то это невозможно. Во многих городах России популярную в народе закуску запрещено продавать в ларьках или в палатках. Но это не значит, что местные власти от шаурмы призывают вовсе отказаться. Купить ее можно, но только в стационарных точках торговли, где больше шансов, что перекус не приведет к отравлению. Елена Жаркова, Наиль Нафиков, Сергей Павлов, ноябрь с 24. За неделю дважды в социальных сетях появлялись разные информации о закрытии отделения городской больницы. Сначала анонимный пользователь в соцсетях сообщил о том, что с 1 октября отделение травматологии закроют, а помощь пациентам будет оказывать хирург в приемном отделении ЦГБ. В понедельник эту информацию руководство больницы опровергло. Такой вопрос даже не рассматривался по поводу травматологической помощи. То есть оно было, есть и будет травматологическое отделение в нашем городе. А уже в четверг снова в соцсетях аноним сообщил о ликвидации отделения урологии. Главный врач ЦГБ Олег Шалаев и эти слухи назвал несоответствующими действительности. Более того, по словам руководителя медучреждения, в планах расширить объемы и виды лечения, а также дооснастить отделение урологии. Составлен топ-10 регионов с самыми высокими показателями ВИЧ. В России за прошлый год от этого заболевания умерло более 270 тысяч человек. Еще около миллиона живут с таким диагнозом. При этом большинство из ВИЧ-положительных, вопреки стереотипам, не являются наркоманами или представителями нетрадиционной сексуальной ориентации. По статистике, чаще всего заболевания диагностируют у мужчин в возрасте от 30 до 44 лет. Если говорить о регионах, то по числу инфицированных на первом месте стоит Сверловская область. Затем следуют Иркутская и Кемеровские области. Тюменский регион занял пятое место в рейтинге. Ямал в эту десятку не вошел. Если начать с начала регистрации, то у нас чуть более 3000 с 1995 года зарегистрировано новых случаев ВИЧ-инфекции. Наш регион, наш автономный округ занимает последнее ранговое место среди регионов Уральского федерального округа по распространению ВИЧ-инфекции. То есть те показатели, которые есть в Свердловской области, Челябинск, Канты-Мансийский автономный округ, они даже значительно превышают российские показатели. У нас наиболее низкие показатели в автономном округе. Это связано и с профилактической работой. Это также связано и с организацией как диспансерного наблюдения, так и лечения наших пациентов. Согласно докладу Роспотребнадзора, среди российских регионов по итогам прошлого года Ямал занял второе место по показателям заболеваемости ветряной оспой и менингококковой инфекцией, шестое место по заболеваемости хроническими вирусными гепатитами и восьмое по инфицированности коклюша. Прервемся на короткую рекламу и смотрите сразу после нее. Первый шаг пройден. Депутаты в первом чтении одобрили законопроект о повышении пенсионного возраста. До сентября принимают предложение. Снова готовимся к голосованию. 9 сентября пройдут выборы губернатора Тюменской области. Как и где будут голосовать ямальцы? Из жаркого Узбекистана в прохладное ямальское лето. Пенсионер и музыкант вновь и вновь приезжают в Ноябрьск. Чем привлекает его север? Продолжение следует...